Приветствую вас, как, в общем, правильно вам сказала коллега, вот самая первая коллега, что вам ответила, Мария, продавшему, что вы себя за что-то наказываете. Но наказывать, наказывать вы себя, как правило, и вообще любой человек наказывает себя, как правило, из-за чувства вины, да, за весь чувство вины, почему-то, и чувство вины порождает аутоагрессию, скорее всего. Вот. Соответственно, если чувство вины порождает аутоагрессию, то работать нужно, конечно, с чувством вины непосредственно, потому что это является первопричиной. Ну, а в свою очередь уже само чувство вины возникает от невыраженной агрессии в сторону тех, кто так иначе вам угрожал. Ну, по той или иной причине, да. Вот. То есть, здесь ситуация такого, типа, больше. Здесь ситуация больше такая. То есть, если вы в своё время не выразили агрессию. Вот. Если вы в своё время не сделали это в отношении тех людей, да, в отношении тех людей, да, которые вам чем-то как-то угрожали, то чувство вины появляется как результат вот этой самой невыраженной агрессии в отношении к людям. И, значит, нужно искать точку входа в чувство вины. То есть, когда вот вы подавляли, 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 подавляли в себе агрессию и доподавляли её, образно говоря, до чувства вины своего. Вот. Искать. Искать вот этот вот момент, связанный с, ну, исходной, да, начальной позиции вашей. Вот. И выражать её эту самую позицию. То есть, учиться, ну, учиться, выражать её по адресу. То есть, ваша агрессия, это не выраженная защита самого себя. Вот. Ну, защищать самого себя можно, нужно и необходимо. Без этого любой человек будет, условно говоря, болеть, болеть, да, ему будет плохо. Поэтому защищать себя необходимо. Вот. Ну, опять же, этому нужно учиться. То есть, вот, просто так, на скидку, вы этого делать, вероятно, не сможете, просто потому что, ну, сами вы в таком контексте действовать не привыкли. Вот. Я вас, опять же, не обвиняю ни в чём, не хочу сказать, что вы, условно говоря, ну, условно говоря, должны что-то, условно говоря, должны что-то, да. Я не хочу сказать. Сказать. Этого не хочу сказать. Вы должны. Но я хочу сказать, что научиться, вот, вот, именно, учиться здесь и сейчас, вы вполне себе можете, у вас для этого, вполне есть свой ресурс, у вас для этого вполне есть, эм... значит, эм, все необходимое, вот, значит, осталось только действовать. То есть, если вы хотите, то вы будете, если вы хотите действовать, то вы будете действовать, так или нет. Вот так, в принципе. То есть, ответ, который я могу вам дать, да, ответ, который я могу вам дать, он, заключается, ну, именно в этом. Чтобы вы, значит, условно говоря, смотрели на, вот, именно на то, когда, где, кому вы не выразили свою силу, свою чувство защиты. Грубо говоря. Вот. А, и это посудит вашей основой, основой для движения вперед. А все ваши подсознания, оно просто пытается подсказать вам, что есть вещи, есть вещи, которые вы, ну, к сожалению, делаете неверно. Есть вещи, которые, вот, к сожалению, вы делаете неправильно. Вот. Опять же, да, к этому можно по-разному относиться, это можно по-разному совершенно воспринимать. И вопрос заключается в том, что вы будете в этом делать. А, то есть, вы можете обратиться, вот, к специалистам, да, вы можете обратиться к специалистам, для того, чтобы мы вам помогли, например, вот, вы можете пытаться сами, ну, сделать что-то, да, вы можете пытаться сами, как-то, как-то вот, ну, какие-то действия предпринять, да. Вот. Ну, так или иначе, это уже, это уже вам решать будет, и зависеть будет, ну, зависеть будет, исключительно от того, как вы к специалистам, ну, насколько хорошо и качественно вы к специалистам. Если хорошо, то вы, конечно, выберете профессиональную помощь, так будет быстрее, эффективнее, проще для вас, и денег в итоге вы поплатите на самом деле гораздо меньше, вот, по итогу, чем в случае, если, например, сами пытались бы справиться с проблемой. на этом всё, я надеюсь, что мой ответ вам поможет, я надеюсь, что это для вас было полезным. Я очень надеюсь, что вы сделаете выводы из моего ответа. и дальше все решите, что вам делают. Надеюсь, решением будет именно то, которое вы чувствуете. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачу.